Субтитры сделал DimaTorzok Ты зачем греешься? Куда ты лететь собираешься? Ну-ка, садись Тебе съедят, не ходи Старательно так разогревается Такая-то мышь Андрей скажет, наверняка опять какой-нибудь совка Или как она прят Останови крылья Ладно Будешь так трепыхаться, тебя птички увидят и съедят Хватит Тебе надо спрятать Все, улетели Надеюсь, она где-нибудь спрячется Я пытаюсь грибочки найти Пока не выходит Вот, ну и пришла в лес Надо еще бы ягод набрать Давайте посмотрим Это тот самый гриб-баран, которого я фотки выкладывала давно, неделю три назад Он вот подрос и на ногах уже не стоит Отвалился вот отсюда Вот такой Прикольный Тут такие все Как у древесных грибов трубочки, губочки Такой кучерявый грибок Пахнет он Древесным грибом Сладенько Оставим его тут Я думаю, что он еще споры может дать Вот так лежа Кусочек Улиточки его едят Но улиточки едят Слизняки от безысходности Потому что им больше нечего есть Грибов сейчас практически нет никаких Землянику собираю Земляника вся от дождя намокла Вот Тоже сложно набрать Все крупные ягоды, все плохие Но я вообще иду к чернике И что-то долго иду Еще идти-идти Пришла за черничкой проверить черничники На этом ее маловато То есть она есть Но не так, чтобы попой счастье Собирать никуда не уходя Поэтому я пойду проверять еще другие Это то болото, где я пыталась посадить рощанки Я их не нашла Но тут сложно найти Я не помню точное место, куда я их втыкала Они же маленькие Может где-то и есть А может и засохли все Вот То есть сейчас буду ходить искать черничники Более-менее ягодные Надо набрать чуть-чуть А тут просто очень красивое место Здесь не всегда черники много То есть кустов много, а ягод нет Вот Но тут просто красивое место Поэтому я сюда заглянула Такие кочки Травки Вот кусты черники Ягодки Тут птицы пасутся вообще Может быть они уже съели Их можно просто рвать и есть Кисловата Но черника Тут крупные ягоды Пока я еще не находилась Просто гуляю Надо найти По ножорести Черничку Олень ходил И засесть в нее Вот Так Так Это слёток чёрного дрозда. Коротенький хвостик. А вон вяхер полетел. Жирный. Нет, не успела я его. Вяхери чернику едят. Ой, какая тут прям жирная черничка. Мало, но зато она большая. Вон какие ягодки. Мне ничего не видно, солнце светит. Ладно, пойду искать что-нибудь много вкусного. Я тут только что вспугнула огромного толстого тесерева самца. Он еле взлетел. Он в линьке весь. У него половины перьев нет. И половина растёт. Летать ему сложно. Он куда-то вот туда полетел. С таким, это как вертолёт такой. Видимо, это вот он ходил бы здесь. Ну, а чё он ходит? Чернику, землянику ест. Интересно, пёрышка тут можно найти его или нет? Ну, здесь живут тетерева. Я как-то находила гнездо прям с яйцами, с тетёркой. Она их высиживала, на майские праздники увела цыплят. Вот. А тут вот и перья я находила. Ну, сейчас вот прям целого самца тетерева такого жирного видела. Смотрелся, он где-то за теми кустами приземлился, потому что дальше вряд ли смог лететь. Вот. Напугал меня, конечно. Черники очень мало. Все кусты пустые. То есть, ходишь, так собираешь по ягодке. А земляника уже почти вся сошла и её дождём сбила. Вот. И непонятно, ходил тут кто-то или она просто помёрзла вся весной. Это перо-вяхиря голубя. Можно забрать с собой. Ну, не тетерева. Вот. Так что, конечно, неизобильный год в этом сезоне. В этом году неизобильная черника. Вот эти черничники обычно все полные. Ну, морозы были в начале. То есть, ну, как весной во время цветения. Возможно, это повлияло. Может быть, ещё что-то. Ну, вообще, впечатление, что тут кто-то ходил, но не люди. То есть, такие черничники потоптанные. Ну, и вот эти вот голые ветки. Видно, что листья чем-то поражены. Ну, в общем, погодка весенняя нам, конечно, всё подпортила. Ну, ничего, на еду так поесть я собрала. Немножко. Варенье я варить не собиралась. Вот. Тут гулять. Хорошо, комаров сейчас нет. Я вышла где-то пол восьмого утра из дома. Ну, вот видно, ходил кто-то. Не знаю уж, люди, не люди. Ну, черники тут и не было. То есть, видимо, мимо прошли и ушли. Вот. И сейчас прям так это жарковато немножко. Но нет комаров и нет слепней, что удивительно. Поэтому я хожу и вот прогуливаюсь. Тетеревов пугаю. Обычно это место просто усыпано огромными лисичками. Толстыми-толстыми. С розоватым оттенком. Сейчас тут всего лишь несколько грибочков. Но они есть. Вот такие интересные лисички. Они у нас растут только в одном месте. Они не желтенькие. Они вот такие. Классные. Вот еще растут. Вот еще. Вот они тут кругами такие. Растут. Это единственное место. И иногда отсюда можно унести целое там 5-литровое ведро, например. Лисичек таких. Сейчас я их пособираю. Я даже корзинку не стала. Ой, фу, тут говняхи. Какашечки. Грибочки из какашечков. Причем, надеюсь, не совсем, да. Вроде не задело. Вот. Ой, сломался. Вот. Вот. Вот тут такая семейка. И вон там еще. Ну, вроде как на жаренку я сегодня набрала. На маленькую жареночку. Ну, учитывая, что никто почти грибы у нас не ест. В принципе, хватит. Вышла на высоковольтку, чтобы идти домой. Тут как всегда в лужах всякие следы интересные. Например, вот. Я не знаю, но это, по-моему, следы какого-то кота большого. Это не кота. Это, возможно, лисички два пальца вот так вот туда. А это, хотя тут отпечатаются вроде когти. Может, это именно та видная собачка была. Загадочные следы. Вообще так, кошачьи. Кругленькие ножки. Тут вообще очень много следов отпечатывается. Вот, например, скорее всего, аисты ходил. Кабаньи, олени, косули. Вот, олень. Можно вот так идти и смотреть просто, кто тут ходил. И мы сейчас примерно в двух километрах от деревни. И как бы здесь домашние животные. Только если собаки с кем-то придут. У кошачьих следов тут быть домашних котов не может. Надо будет еще посмотреть что-то интересное. Всегда умиляли... Ой, привет, лягучи. Вот эти вот классные цветочки миленькие. Такие маленькие. Микроцветы просто. Я не знаю, что это. Вот. Но оно растет обычно именно на всяких таких вот дорогах. Лесных, земляных, полевых. Вот. Очень красивые такие макро. Как называется, не знаю. Если кто-то знает, расскажите, пожалуйста. Вот. Вообще, мне очень нравятся всякие... Такие вот меленькие-меленькие. К сожалению, их на клумбе видно не будет. Можно было бы посадить. Они такими розеточками растут. Вот это у них центр. И от них отходятся вот эти вот... Отходят веточки с цветами. Очень красиво. Ну, не видно почти. То есть вот так по дороге идешь, ой, там что-то розовенькое розовеется. Какой-нибудь, если их посадить, флорариум, где всякие древолазы. Хотя эти цветы тоже, они же сезонные. Наверное, какие-то циклы надо. Холод, тепло. Вон следы. Олень шел. Ну, это давнишние. То есть их уже дождем замыло. Ну, не очень давнишние. Не сегодняшние. Двигушки вон. Прячется. Паник мне. А тут мертвенькая лягушка. А почему? Может задавил, кто проехали? Не знаю. Вообще, должна исходить их есть. А чего они не ходят, не ест? Или цапля какая-нибудь? В общем, сейчас такая дорога вот до деревни. Буду идти. Везде погрязи бабочки носят. Лосиные следы. Вот. Пока я доставала телефон, все разлетелись. Ну, вот они. Бобочка. берут грязь. Иду по лесовозной дороге, буду лесом. И через деревню решила пойти вот так. Два раза, по-моему, длиннее получается. Но зато почти по-ровному. А не по трое. По шею. Вот как здесь. На мою же и ту.